Пойдем быстрее, пожалуйста, пойдем. По сторонам смотри, чтобы никто ничего не видел. Спецоперация. Так, отойди. Что тут на громаде? Держи. Давай, быстрее, быстрее, я тебе говорю. Спецоперация. Вот, пошла. Давай, дособирай что-то. Вот давай. Вот это я сам понесу. А это мы что, Наташу самогонщицей накрыли, да? Какое накрыли? Это на продажу. Это на продажу. Сегодня у дочки директора Красно-Белого вообще-то свадьба. Выбирай. А у них что, своего алкоголя нет? Какой свой? Это вот. Это натуральный продукт, понимаешь? Так, все. Уходим отсюда. Бля, где замок? Все. Блин, проверка. Все. Мы попозже. Попозже еще к ней вернемся. Накрывать? Да какой накрывать? Перед выпускными. Перед выпускными к ней вернемся. Сейчас родительский комитет деньги там соберет и приедет. Пошли. Я что, сама потащу? Ну я как потащу, у меня спина. Пошли быстрее. Значит, сегодня очень важная спецоперация под кодовым названием Нептун. Сегодня будем ловить всех тех, кто сыт в подъездах. А как мы всех ловить-то будем? У нас же столько подъездов на районе. Ну будем ловить у того подъезда, который ближе себя к пивнушке. Надо ждать. Иди сюда, куда побежал? Иди, иди, иди сюда, быстрее. Здорово, облученный. Что случилось-то? Операция Нептул. Ловим всех тех, кто сыт в подъездах. Что начинается? Что начинается? Мы вот тут вот в засаде сидели, все видели. Сал в подъезде. Ну да. Ну все, сейчас с нами едешь в отделение на Бобике. Ну так это мой подъезд. Ай, твой подъезд. Ну тут тогда получается закон бессилен. Я не знаю, что делать. Идите. А вы куда? Да мне тут в подъезде пара человек отметиться должны. Я сейчас приду. Может я с вами? Нет, вот тут подожди, не надо тебе. Че ты, пойдешь? Так, значит, к нам поступила жалоба от жителей, ну, с нашего района, то, что у них во дворе какие-то вандалы сломали чуваки. Вот, пожалуйста. Ну все, мы заявление приняли, оперативно будем сейчас разбираться и решать этот вопрос. Я же вам говорила, не садитесь. А ты погромче скажи. Ну я вас предупреждала, под вами сломаются. Да иди всем, расскажи просто и все. Будем искать этих вандалов. Уважаемые граждане, в последнее время участились случаи мошенничества по телефону, связанные с банковскими картами. Ну не ведитесь, пожалуйста, а? Ну будьте бдительны. Знаете, как тяжело это расследовать? Вы не представляете, просто. Алло. Да, Максим Константинович. Какой перевод в Абхазию? Номер карты? 42-17. 56-44. 17-00. 22-13. Код на обратной стороне 735. Ага, спасибо, что помогаете. Ну не надо вестись, ну не представляете, как это сложно. Я говорю, ну будьте бдительны. А вы зачем им номер своей карты дали? Да у меня и карты нет никакой. У меня сберкнижка. Сегодня еще одно спецзадание. Сегодня мы вот конфисковали партию контрафактного алкоголя в магазине продукта на нашем районе. А где такой магазин? Ну это где карта не принимает, только наличка. Вот эта женщина с фиолетовой башкой. Нинка злит меня всегда там, продавщица. Вот, сегодня будем уничтожать ее, но будем уничтожать не одни. Будем уничтожать сегодня это с волонтерами на моем районе. На некоторых районах участковые жалуют, что у них нет волонтеров. А у нас есть. Они с 7 утра уже на райончике и в рабочей одежде. Ребята, работа не боятся и всегда готовы помогать. Так, здорово. Куда, куда сорвались-то? Ну завтраките, что я вас прогоняю, что ли? Помощь нужна. Сегодня мы конфисковали вот этот вот паленый алкоголь, вот это вот зло. Самое главное, что вам до людей не дошло, понимаете? Так что нужно уничтожить. Все до последней капли. Виталик за главную. Спасибо. Берем вот так вот бутылку, значит, открываем и землю выливаем. Приняли. Я бы так с вами, конечно, поуничтожал, но я не могу. Мне сейчас надо в больницу на уколы. Меня собака вкусала. Так что давайте сами тут занимайтесь, я приду проверю. Давайте, пободрее немножко. Значит, не волонтеры, они ничего выливать не будут. Они сейчас напьются и все. Кто напьется? Кто напьется-то? У них там хлеб, огурцы, помидоры. Ну и что? Ну, ребят, сейчас работать будут им, покушать надо. Тем более весна, а витаминоз там, чтобы всегда витамины были. Ага, стаканчики. А что стаканчики? Ну, тоже, говорю, сейчас работать будут. Ну, попить захотят. Будут пить воду. Стаканчики у всех свои. Ну, пандемия, чтобы никто не заболел. Не надо за них переживать. Никто там ничего пить не будет. Это гордость моя, волонтеры. Я больше в эту пельменную на обед никогда не пойду. С проверок надо туда идти. Ну вот, я же вам говорила. Не, я за этих ребят, если честно, всей душой горд. Вот так как они, никто не работает. Просто на износ. На износ. Даже сил нет, чтобы домой уйти. С рабочего места. Тут прям спать, ложаться. А завтра в 7 утра они уже на ногах будут. Вот так вот надо работать. Их надо вообще к нам вызвать в отделение. Там грамоты, может, какие-то им вручить. Или премии вообще. Я не знаю. Но вот так надо работать. Чтобы все так у нас работали. Ну, что тут опять случилось? Кто-то хотел посрать, раскопал. Его прогнали, что ли? Или что? Да нет. Бабушки жалуются, что у них клумбу украли. Кто украл? Ты знаешь, что украл? Ну, да. Вон, чья машина, наверное, тот и украл. Да нет, это машина, Санька. Это он нормальный тип. Он тюнингом занимается. Вот эти ручки с розочками делает на коробку передач. Вот эти вот шторки вели ветвы. Вот эти вот хулиган наклейки. Это все он делает. Он, наверное, опять что-нибудь новенькое хотел придумать. У него этот баллончик закончился. Вон он идет. Санек, ты что, клумбу бабушку украл? Нет. А что у тебя колесо только это наполовину закрашено? Где-то у меня краска закончилась. Ну, я и говорю, он тип нормальный. Сань, а можешь мне на бобику вот такой вот спойлер за бубень? У тебя этих гаишников на приори? Сейчас убойную силу смотрю. Они там всем отделом в Чечне. Заплах его переживаю. В плен забрали. Русский волос самый чистый. Не проходи у трубочиста. Покупай ты волос чистый. Он никак у трубочиста. Ты что орешь, тут стоишь, я тебя спрашиваю? Что за продажи во дворе-то опять? Что за продажи? Командир, волосы продаю. Я вижу, что волосы чьи они. Как чьи? Мои. Какие твои? Я тебе всю жизнь знаю. Ой, начальник, не всю жизнь. Ты меня просто дарами не видел. У меня шевелюра была в пол. Как у Леонтьева ходила. Сзади вот такая вот грива бывает. Ты че городишь-то, а? Ты че городишь, че городишь? Ты Форбс вообще что ли не читаешь? Там сейчас можно разбогатеть на двух вещах. Волосы и норники. Ты идешь совсем, ничего, а? Ты че не идешь? Слышь. Тяп, ты че придурок. Вот это прикол. А что произошло? Вчера привез меня к себе с клуба. Я уснула. Утром просыпаюсь, тысяч нет в кошельке. Волос тоже нет, а он тут. Мы как это решать? Вопрос будем, а? Да как, начальник, будем решать. Волосы продам, рубалек есть развод. Да придурок, это ее волосы. Да она молотая у нее вырастет. Да вы, сука, молотая. Так, кто видос вырубает, тот штраф получает. Вот это правило вообще не забывайте, но четвертый выпуск уже действует. Ну как вам видос? Если понравился, ну ставь лайк, пиши комментарий, нажимай кнопку подписаться. Просто мы посмотрели статистику и оказывается 82% нас смотрят вообще не подписанных на нас. Ну нажмите кнопку подписаться, чтобы она серенькой стала. И клопочек нажмите, чтобы знать, когда выйдет новая серия. Про 5000 рублей мы не забыли. В одном из выпусков мы их разыгрывали и мы выбрали победителя. Победителем является Кирюха Борисов из города Астрахань. И мы ему отправим 5000 рублей любым удобным способом. Кирюха, напиши нам в директе в инстаграме, мы с радостью поделимся с тобой денежкой. И не забывайте подписываться на наши инстаграмы, там много всего интересного. И новая движуха для наших подписчиков, за которую вы можете получить 1000 рублей на свой баланс. Пишите, какие в городе у вас есть районы. Просто у нас вот есть там железнодорожные, октябрьские, там первомайские. Пишите, какие районы есть в ваших городах. И мы случайным образом выберем победителя и отправим ему 1000 рублей. Ну то есть чем больше комментариев, тем больше шансов, что выиграешь именно ты. И еще, вы там пишите себе, Ольга красива, Ольга подоенчится не могу, умираю по ней. Ну подпишитесь на него в инстаграме, у него там 6 с чем-то тысяч, давайте и до 10 тысяч добьем, так сказать, приятный сделаем от всех наших подписчиков, чтобы находил там по району свайпало вверх. Ну крутая, чтобы была, все, давайте, в честь имею, е-мое.